Минимум 14 единиц в день. Именно столько танков каждые сутки теряет Россия на необъявленной войне в Украине. Общие официальные потери тяжелой наступательной техники уверенно приближаются к числу 800. Поджав хвост, агрессор убежал из-под Киева, Харькова, Чернигова и Сум. У нас четыре жмуря, не наших, москали. Теперь, чтобы одержать хоть какую-нибудь победу к 9 мая, агрессор сконцентрировал свои силы на Юго-Востоке, дабы окончательно сломать хребет так называемой второй армии мира и перейти в наступление. Нашим солдатам необходимо тяжелое наступательное оружие, особенно танки. Украина не может сбивать российские ракеты с дробовиков, с пулеметов, которых слишком много в поставках. А деблокировать Мариуполь невозможно без достаточного количества танков, другой бронетехники и обязательно самолетов. Об этом знают все защитники Украины, знают все защитники Мариуполя, знают тысячи людей, граждане, гражданские, умирающие там в блокаде. Какие там вмирают в блокаде? До начала войны в украинской армии было 858 танк. У России почти в три с половиной раза больше. Несмотря на то, что агрессор уже потерял четверть своего танкового потенциала, он все равно имеет преимущество в наступательной технике. Если мы идем в наступление, то людей нельзя пускать в чистое поле, их просто перестреляют. А когда они идут, прикрываясь броней, то есть танк, допустим, идет впереди, или БМП идет впереди, а за ним идет пехота, тогда есть шансы дойти до линии обороны противника и дальше вступить в контактный бой. Вот именно для этого. Плюс вы не забывайте, что у танка есть мощнейшее вооружение, это пушка, которая при правильном использовании полностью сносит любые огневые средства противника. На днях в польском издании «Вышеград-24» со ссылкой на известного военного эксперта Ярослава Вольский появилась информация, что со склада в Люблине пропали более 100 танков Т-72. Конечно, пропажа танков – это шутка. Таким образом, эксперт намекнул, что эта техника отправилась по направлению к Украине. Ходят слухи, что польские власти обнаружили исчезновение со складов под Люблином, там модернизированных Т-72М1Р. Также кто-то сфотографировал их транспортировку по одной из скоростных трасс в сторону Украины. Возможно, эти боевые машины уже воюют на Востоке, так как модернизированные Т-72 уже давно стоят на вооружении украинской армии. И пересесть на польские не составляет никаких проблем. После нежелания официального Киева принимать федерального президента Германии и выступления Зеленского про необходимость тяжелого вооружения, украинской дипломатии удалось додавить немецких политиков. Нам удалось переубедить партию зеленых, нам почти удалось переубедить партию либералов. И у нас много союзников среди социал-демократов. Конечно же, решение будет приниматься федеральным канцлером. Речь идет именно про танки и тяжелые гаубицы 155 мм. Речь идет о танках «Леопард-1». 50 машин, которые в ближайшие несколько недель могут поступить на вооружение украинских танкистов. Если сравнить «Леопард-1» и «Т-72», у них почти одинаковая масса. 105-й калибр немца против 125-го калибра русского танка. По два пулемета калибра 7,62 у обоих. Также одинаковая скорость по шоссе – 60 км в час. Но за счет более мощного двигателя «Леопард» имеет 100 км в преимущество в запасе хода. Помимо этого «Леопард» сняли с вооружения в Германии только в 2010 году. Тем временем расконсервированный в России Т-72 не имеет внутри никакой современной электроники и лазерных элементов наведения. И уже устарел во всех смыслах. Обучаться на них придется. Придется переучивать экипажи, потому что есть отличия, конструктивные отличия. И есть особенности в системах управления огнем и даже в системе управления самого танка. По технологическим и по тактико-техническим характеристикам «Леопард-1» стоит на порядок выше, чем, допустим, Т-72 и даже Т-90. Чтобы забрать украинские территории назад, нам необходимо любое наступательное оружие. Мотивации и желания украинскому войску не занимать. Но, как известно, глупо ходить на «Медведя» с голыми руками. Дают Т-72, надо брать. Тем более, что нам не надо переучивать экипажи на 70-х. У нас экипажи готовы. Мы знаем этот танк. У нас он такой есть на вооружении. Дадут «Леопарды» – да, будет прекрасно. Дадут что-то другое, будем осваивать другие варианты. Но в нашем случае любое вооружение нас спасает.